Книга вышла, просто редакция не продает. Редакция не продает, знаете почему? Потому что замазался там кто-то очень высокий, серьезный, не хочет, чтобы это... Знаете, смотрите, потом, почему это очень важно делать? Серьезно вам объясняю, почему очень важно это делать? Потому что подумайте вот о чем. Если еще раз в какой-нибудь похожей ситуации у кого-нибудь возникнет желание взять и просто вот так вот упаковать людей в тюрьму, люди подумают о рисках, которые будут после. То есть, что люди выйдут и могут устроить разборки, и все вскроется, да? И это преступление. И так делать лучше не стоит. И люди, оценив риски, не будут этого делать. Вот это почему важно, понимаете? Мне все говорят, вы если, да какая разница? Нет, друзья, это вопрос принципиальный. Я вам серьезно скажу так. Это вопрос принципиальный. То есть, это не месть какая-то там моя. Мне не за что мстить Дерипаске или Приходьке, да? И не что-то такое. А это для того, чтобы больше так не делали. Вот и все. Всегда можно решить вопросы нормальным путем. Они решили, что нас надо посадить, вместо того, чтобы пойти на переговоры или на что-нибудь еще. Хорошо, посадили, теперь получите с этого проблемы. Ситуация будет расследована, ситуация будет вскрыта. И, конечно же, если они причастны к этому, то, конечно же, их репутация пострадает. И в следующий раз они будут думать, а надо ли это делать, потому что это может быть скрыто, и репутация может пострадать. Все, все хорошо. То же самое, вот как с убийством людей, да? То есть нужно расследовать убийство Немцова, убийство других, и наказать тех, кто стоит реально за этим убийством. И в результате, если в будущем кто-нибудь захочет так же делать, понимать, что вот как может быть. Если мы там, допустим, прибегнем к этим действиям, проще договориться, и будут другими путями пытаться как-то решить вопросы, понимаете? Вот в чем прикол. Вот им, мне кажется, похуй. Так вот, чтобы им было не похуй, чтобы им было не похуй, нужно продолжать, друзья мои, продолжать, и продолжать, и, конечно же, распространять эту информацию. Это точно так же важно, как вот вы, когда все топили за то, чтобы нас отпустили, да? Так вот сейчас не менее важно топить за то, чтобы все вскрылось. Не менее важно. Потому что нас отпустили, эти люди, которые предпринимали все эти действия, да? Они все будут продолжать точно так же. Мы должны менять систему. Это очень важно, чтобы мы меняли систему. Говорить об этом, продолжать расследовать и вскрывать всю эту историю. Вот, потому что люди там, Голунов там и так далее, выходят и не продолжают этого делать. Вот, Давыдович там, остальные. Они выходят и не продолжают расследовать, каким механизмом их укатали. И люди остаются безнаказанными там, да? А это неправильно, друзья. Они должны чувствовать, что ответочка придет рано или поздно. И лучше так не делать. Вот и все. Понимаете? И таким образом, да? Ну и что сделаем? Мы фактически улучшаем систему. То есть, мы не боремся там с конкретно Дерипасской приходькой, которая, возможно, нас посадили лично практически в тюрьмах. Возможно. А мы делаем так, что вот люди, другие, которые захотят так же делать, поймут, что так делать не надо. А те люди, которые будут принимать заказ, как Бенджамин, поймут. И подумают, а Бенджамин сидит в тюрьме 20 лет. Может быть, не надо принимать заказ, потому что могут посадить тюрьму на 20 лет потом, если я приму этот заказ на человека, который не виновен ни в чем, а я сфабрикую на него дело. Понимаете? Это очень важно. И поэтому я объясняю. Здесь идеология. Здесь не просто, значит, я такой злой там. Я не злой, я очень добрый человек. И просто задача сделать так, чтобы не исполнители, не заказчики не думали, что это пройдет безнаказанно, когда они на кого-то там фабрику делали, по заказу кого-то упихивают в тюрягу. Это будет расследовано, это будет опубликовано, это вскроется. Мы живем в открытом мире, в котором уже такая тема не прокатывает, как раньше. Если они в 90-е сажали людей, кого хотели, как хотели, то сейчас это не получается, потому что есть такие люди, как Лесли, которые, когда выйдут из тюряги, напишут книжку, будут продолжать топить за расследование, будут сажать в тюрьму исполнителей заказа, которые самые мелкие шпунтики и винтики в этом заказе, на 20 лет раскручивают их на признательные показания, кто заказал там, дальше идти по цепочке. И там пройдет 10 лет, 15 лет, но все полностью вскроется. Все полностью вскроется и даст охренительный отпечаток на том, что ты сделал. И за это, может быть, даже придется ответить. Вот и все. Понимаете, это правильно. Поэтому я говорю, если вы хотите жить в лучшем мире, все в ваших руках. То есть, если вы хотите в лучшем мире жить, помогайте мне. Я сейчас пока делаю это один. То есть, я сейчас вот всем этим делом занимаюсь один. Остальные боятся мне помогать. Ну, один, несколько человек из моей команды. Это все. Правда ли говорят, что если успешен с женщинами, то успешен во всем. Да. Это принцип. Такой простой, но вскроется памятник, поставят потом. Да, памятник поставят при жизни, понимаешь? При жизни с собой главное. Вот мне памятник будет ставить при жизни. Я очень хорошо отношусь к Навальным. Я считаю, Навальный делает очень правильное дело. Надо продолжать это делать. Он делает то же самое, что делаю я. Он вскрывает гниль всякую разную. Это очень хорошо. Я уже говорил много раз об этом. Мне это очень нравится. Это очень нравится. Вот, например, мой знакомый политехнолог плохо к нему относится, а я очень хорошо к нему отношусь. Хотя мы с этим политехнологом очень дружим. У нас разные взгляды. На Навального, да. Я считаю, что он делает правильно, что он скрывает какие-то вещи, которые люди узнают. Вот это очень хорошо. Привет. Здравствуйте. Надо объединяться. И смотрите, достаточно просто вскрывать. То есть достаточно просто раскрывать. Если что-то происходит, достаточно просто раскрывать. Давайте снимать расследование, как Навальный, только еще круче. Давайте. Я за. Много ли у меня осталось богатых девочек? Слушай, для меня важно не богатство в виде денег, а богатство в виде внутреннего мира, души и отношения к жизни. Вот и все. Навальный же тебя и посадил фактически. Нет, Навальный меня не посадил. Нас заказывали русские, американцы, чтобы нас посадить. Навальный меня не сажал. Навальный прочитал ее раньше за претом, да. Навальный прочитал ее раньше за претом. Смотрите, на самом деле больше закрыты иностранцы, больше открыты иностранцы, больше свободы у иностранцев. Это русская пропаганда того, что там нет свободы слова, там ля-ля-ля, все это бред, конченый, полный. То есть я живу в Европе, сейчас я уже практически полгода здесь. Я до этого живу в разных других странах. Я был в Америке, в общем. Свободы гораздо больше в других странах. Плюс один в России. Женщины не такие сумасшедшие, как в других странах. Они более женственные. Это большой плюс. Но опять же, есть такие страны, как Япония, там тоже женство, хорошие женщины. Японке очень нравится. Есть азиатские страны, где тоже женщины уважительно относятся к мужчинам. Говорят, что Навальный под Путиным на самом деле. А вы знаете, мне не важно, под кем Навальный. Есть просто правильное дело. Вот вскрывать воровство, это правильное дело. Если это вскрывает Путин, это правильное дело. Путин делает правильное дело, если платит Навальному, чтобы Навальный вскрывал воровство. Какая разница, кто за ним стоит. Понимаете? То есть, он делает или правильное дело, или неправильное дело. Вот человек ворует, он делает неправильное дело. А когда он делает правильное дело, не важно, кто за ним стоит. Даже если у него стоит какой-то там вор, который, значит, крадет у кого-то деньги. То есть, например, если человек вкладывается в медицину, чтобы спасать людей, а он берет деньги там где-нибудь на наркоте зарабатывает. Мы же не говорим о том, что медицина плохо. Нет, медицина хорошо. То, что он на наркоте зарабатывает, это плохо. То же самое здесь. То есть, стоит за Навальным Путином, ну и слава богу, понимаете? Это хорошо. Хорошо. В любом случае, потому что он делает правильное дело. Слушай, честно тебе скажу, мне наплевать на их оценку моей деятельности. Занимаюсь ли я экстремизмом. Вот, пускай пробуют сажать меня за то, что я занимаюсь экстремизмом. Но все равно будут заниматься тем, чем я занимаюсь и говорю то, что я говорю. Мне наплевать на оценку судей и власти российской и моих действий в принципе. Начихать на них. Потому что большая часть из российских властей людей, которые сидят во власти, воры и преступники. Я об этом знаю, об этом знает вся страна. Почему я не могу об этом говорить в открытую очередь, если я так считаю? Я хочу говорить. Вот. Это же моя оценка. Дневосток не знает. Я вам скажу так. На самом деле яиц нет русского народа. В Германии такая бы тема не прошла. Никогда в жизни. Просто судей бы снесли к чертовой матери. Разнесли бы Кремль бы. Просто сразу. Была бы война. Тушили. Вот и все. Не терпели бы такую наглость и издевательство над людьми. Просто русские терпят издевательство над собой. Неприятно. Но что делать? Это надо с этим жить как-то. Не волнуйтесь. Сейчас ситуация очень быстро будет развиваться, раскручиваться в жизни. Так что надо ее просто пережить. И подождать. Оно все само произойдет. Все чистка будет такая, что вы не представляете. Там уже эти кланы ФСБ. Вот я читаю сейчас новости там в разных телеграм-каналах. Как эти кланы ФСБ-шные там, которые уже друг с другом настолько херачатся, как бы, что... Скоро будет такая разуха среди них самих, что все само произойдет, что все нормально. Можно просто, знаете что, мы можем в нашей теме просто 5 лет ебаться, не обращать внимания на политику, через 5 лет просыпаемся в другой стране. Так что я предлагаю вам, друзья, решить следующим образом политические вопросы. Забить хуй на них. Собраться на 5 лет. Здесь достаточное количество мальчиков и девочек. Жрачкой запасемся. Закрыться короче где-нибудь. 5 лет трахаться, получать удовольствие. Через 5 лет выходим, а-а-а-а-а, страна уже другая. То есть предлагаю, как обычно, все решить сексом. Говорит девушка, передай привет ФСБ. Спасибо. Если девушка тебя не уважает, это хороший у тебя вопрос на самом деле. Хороший вопрос, очень хороший, мне нравится твой вопрос. Если девушка не уважает, что делать? Смотри, девушка не уважает. Девушка, может быть, тебя уважает, но она просто не знает, как правильно с мужчиной общаться. Она никогда не видела, как общаются с достойным мужчиной. И она общается точно так же, как и ее мама, или я в окружении, или в Белоруссии окружающей, так общаются с мужчинами. Она считает, что вот так и надо общаться с мужчинами. Она не умеет просто. Нужно научить. Нужно сказать, слушай, нужно переучиться тебе общаться с мужчиной. Иди поучись. Ты мне очень нравишься, но переучись, пожалуйста. Книжечку я ходу на самца, давай. И говори, вот ты хорошая, мне нравишься, на тренинг к Аликсу сходи. Я ее научу общаться с мужчинами, уважать мужчинами. Почему уже десятый раз я вижу вопрос твой? Почему Навальный не вскрыл и не разобрал твою книгу на YouTube, провел по расследованию, ведь он прочел книгу раньше запрет. Не знаю. Не знаю я, друзья. Это правда, что Олег Дерипаска заблокировал выход книги «Голубые фишки». Это мое предположение, что он заблокировал. Еще есть предположение, что не он заблокировал, а кто-то гораздо выше его заблокировал эту книжку. Потому что там замешаны спецслужбы и разведка, возможно, в этой всей истории. И Патершев мог заблокировать эту книжку, Приходьев мог заблокировать эту книжку, кто угодно. Путин мог заблокировать эту книжку, потому что кто-то засунул туда свой нос, видимо, и не хочет, чтобы это как-то вскрыли. А возможно, что признаки того, что кто-то туда засунул свой нос, существуют в этой книжке. В описании того, непосредственно с какими людьми мы входили в контакт во время того, как вся эта история происходила. И просто эти люди начать их раскручивать, этих людей, и там вылезет нас в разведку, например, след выведет. Или еще на кого-то. Они не хотят просто, чтобы это вскрылось. Возможно. Поэтому они запрещают. Знаете, ну это смешно. Запрещать книжку, что скрывает Настя Рыбка. Ну просто вот, Игорь скрывает, что скрывает Настя Рыбка, запрещать эту книжку. Это смешно. Это, ну блин, чушь вообще, кажется, да. Но это факт. Поэтому вся ситуация изначально была комичная, смешная. А то, что сейчас происходит. Я, кстати, вчера чуть не влюбился. Вы не представляете. Я реально вчера чуть не влюбился. Такую девочку встретил. И это просто кошмар. Это просто кошмар. Я понял, что я могу влюбиться, но не влюбился. Но я почувствовал, что сейчас вот-вот и влюблюсь в кого-то. Вот прям что-то начинается опять. Ощущение, вот знаете, вот такое ощущение, что вот сейчас вот-вот вчера почти, почти, но нет. Сколько девочек я соблазнил? Тысячи. Тысячи. Может быть, от тысячи до двух, вот где-то так, скорее всего. Слушай, я точного количества не знаю, но где-то там по прикидкам, грубым прикидкам от тысячи до двух. Многие говорят, что это не так для меня много, но я считаю, что это очень много. Ты специально игноришь все вопросы про Настю. Слушай, это не я. Мне просто очень попросили мои зрители. Ну, надоело уже просто вопросы про Настю. У нас другие люди есть в теме, понимаешь, а Настя уже прошлое некое. Я не говорю, не люблю разговаривать про прошлую тему. Это не запретная тема. Просто, слушайте, сейчас вот у нас, например, новые люди, новые лидеры, да, здесь и сейчас они бомбят. Они, там, есть Эдуард, который, значит, каждый день практически занимается сексом с новой девочкой. Есть Лилит, которая вчера очень крутую тему замутила, не буду рассказывать, это неприлично в этой трансляции. Вот, ну и плюс еще, игры тоже крутые мутят люди. Вот здесь и сейчас люди мутят всякие вещи, поэтому вот об этом можно поговорить с вами. Но о том, что там кто-то делал когда-то, ну, это только я вот про... Я про эту тему говорю только в контексте того, чтобы вскрыть преступление против нас, да, и все, успокоиться на этом. Ну, то есть это, это как бы мой долг, это сделать. Я должен это сделать, да. Я не собираюсь там дальше всю жизнь трахать при войске с Дерипаской или Патрушева за то, что там у нас посадили в тюряху. Нет, один раз просто это вскроется, да, а не пойму, что больше так не надо делать. С невиновными людьми, да, и все. Ну, будет достаточно. И дальше их система будет учитывать риски. И других людей будут тоже с опаской уже сажать, да. Это важно, друзья. Вот такие же аналоги были с Голуновым, там, с Давыдовичем были такие аналоги. Так вот важно эти дела не бросать просто так, а вскрывать и показывать. Вот Давыдовича такое-то посадил, а фабриковал дело так-то, там, а с Голуновым такое-то так-то поступило. А сделал он то-то, и стоило это столько-то, а вот исполнитель там сел или исполнитель плохо кончил. Вот это очень важно сделать, да. И нельзя останавливаться, нужно сделать эту обязанность, наша гражданская обязанность, чтобы очистить общество и систему от вот этих вот вещей, да. А судьё он так-то купил, а прокурор он так-то купил. Конкретные факты вытаскивать нужно. И показывать всё, не надо бояться это вскрывать. Вот, только в этом ключе. Потому что это нечто наше настоящее, это долго. Про... Про прошлое не взбивало. Это наше настоящее сейчас. Выход книги это наше настоящее. Несмотря на то, что книга про прошлое, да, выход книги это наше настоящее. Как соблазнить Милф. Слушай, я всё время забываю, что такое Милф. Милф это старая женщина, да, какая-то? Слушай, напиши мне, я тебя сама соблазню. Видишь, чтобы соблазнить Милф, нужно зайти мне в чат и написать, как соблазнить Милф. И тебя сразу соблазнит какая-нибудь девочка, которая тебя там позовёт. Всё, пошёл съём. Отлично. Ладно, друзья, я пойду как бы, вы тут пока посадите, поснимайте друг друга. Сейчас я дойду. Пока кофе. Милф. Слушай, тема по соблазнению, советы, фишки у нас на тренингах происходит. Сюда, честно, я думал о том, что, может быть, здесь что-то рассказывать людям. Но сюда я просто захожу поболтать, там, про фигню всякую разную, да. Но, как бы, здесь это не тренинг, понимаешь. То есть, вот я обещаю, мы скоро уже запустим начало сбора на майский марафон. Майский марафон, который будет 21 день. И мы там будем тренироваться и так далее. Ну, то есть, и я там буду столько объяснять, что делать, как, там, детали всякие разные и так далее и подобное, да, что целый месяц я буду это делать, да. Целый месяц я буду прокачивать людей, вот. Ну, как бы, сейчас этим заниматься вообще не хочется, да. То есть, целый месяц там идет напряженная, значит, долбежка техникой, покачек и так далее. А эфир в инсте – это разговор вообще на совершенно левой темы, который вот вы зададите мне, спросите меня, ну, я отвечу там на что-то, что вас поможет. Что-нибудь могу иногда посоветовать. Но это не тренинг. Здесь же не тренинг, понимаете, здесь, если вы рассчитываете чему-то научиться, идите не в эфиры ко мне, в институт, а четко идите на тренинги. Вот. Сейчас. Дима, почему ты не видишь, что я сейчас в ту трансляцию и пишешь мне на телефон? Напишите кто-нибудь Диме, что я в Старбаксе сижу. То есть, поэтому сюда народ выходит только тот, который, ну, просто хочется мне поболтать и все. Об всяких левых вещах вообще, обо всем, к чему. Раньше веселее было – воруй, трахайся, а теперь всех насадить, Навальный – молодец. Воруй, трахайся, еще будет, я не волнуйся. Это на тренингах. Воруй, трахайся, у нас на тренингах происходит. Марафон будет, смотрите, марафон будет в мае месяце онлайн. Значит, и любой человек может принять участие, прокачаться. Вот. Будет соревнование. Все люди темы будут участвовать, все лидеры будут участвовать. Мы выведем рейтинг и вычислим, кто круче всего соблазняет в теме. Посмотрим на всех, кто соблазняет в теме. Вся тема будет заниматься рейтингом. Сторис так, что мало. Слушай, я просто честно тебе скажу, мы сейчас записывали песню. Когда записывали песню, мы записывали песню. Мы забыли, что надо вообще сторисы снимать, там, про мою жизнь. Мне недавно человек пишет, что у тебя же такая интересная жизнь. Почему ничего в сторис нет? Я говорю, слушай, я забыл просто. Жизнь так интересна, что если у меня нет сторис, значит, моя жизнь такая интересная, что я забываю про это. Так вот, слушайте, это вчера, конечно, жалко, я эту девочку, не знаю, надо было снять. Короче, сторисы такая, просто чума. Просто чума, я забыл об этом, в общем, встретился с ней. Она мне написала в инстаграм, значит, я с ней встретился. Я просто думал, что к треснусь получил. Вот такая классная. Не хочу палить. Ты, сука, меня смотришь, мы с тобой еще не закончим. Может, это будет, как знать. Зависит от того победителя. Кстати, недавно я познакомился с девочкой, которая пластический хирург, не случайно. Она мне сказала, слушай, так это же обычные твои железыки, давай я все вырежу нафиг. Да? Шик. Но я сказал нет. Знаете почему? А что же скажут хейтеры? Я же, по принципу, пырка в них. Если вы же все спешевики. Мне придется кличку изменить. Поэтому нет. Я сказал нет. Привет. Слушай, у тебя дед заинтересовался. Самый старший ученик был в моей первой книге. Ему было 55 лет. Он жил в Питере. Он был депутатом. Он и сейчас депутат, не власть. Значит, ты... А мне было 24 или 25 лет тогда. То есть сейчас я могу уже 75-летних учить. Вот так, теоретически. Если я 25 учил 55, то сейчас мне 37 и я могу учить тех, кому там 76, там 77 лет. Форум богини я не покупал. Я просто очень позитивно отношусь к хейтерам. Мне они нравятся, я их люблю. Я, наверное, единственный ебанутый такой человек, который любит своих хейтеров. Но они прикольные. Так вот, иногда читаю там, что пишут про меня. Они знают об этом. Они запиливают, что он, сука, читает, что мы пишем. Давайте еще говна будем. Ну и так далее. Вот. Хейтеры следят за нашей жизнью гораздо более внимательно, чем фанаты. Это удивительно. Ну, это так. Представляете, нет фанатского форума какого-то, который выкладывает всю нашу жизнь и подноготную нашу жизнь. А есть форум хейтеров, который выкладывает всю нашу жизнь и подноготную нашу жизнь. И все крышки там и так далее. Ну, понимаете, да, это же круто. Ну, вообще, я. Ну, это круто, что твой дед темой заинтересовался. Это круто, на самом деле. Это очень хорошо, правильно, что наши дедушки, родители интересуются темой. Это круто, это классно. Значит, мужик здоровый. Ну, нравятся молодые девочки. Это очень хорошо. А, кстати, молодым девочкам нравятся такие мужчины. Многие девочки, например, деду можешь передать, что у многих девочек не было там папы. И она ищет в таком вот дедушке, как он, значит, прообраз отца. И поэтому ему тоже можно подойти просто с ней, познакомиться на улице и начать встречаться. Почему я именно Лесли? Ой, долгая история. Я просто один раз по этим никам зарегистрировался на форуме. С тех пор стал Лесли. Вот и все. Понимаешь? Само привязалось как-то. Причем я под разными никами, значит, регистрировался. Но именно почему-то Лесли привязался. У меня начали так называть. Знаете, че? Я не знаю, что случилось. После того, как я выложил, как, значит, мы тусили в клубе во Франкфурте, ко мне начали такие девицы добавляться. Охренеть. Я не понял, а что это такое? То есть они все хотят, чтобы я с них снял каблуки, наверное. Одна девица добавилась просто. У нее там 2 миллиона подписчиков. И такие фотки у нее просто. Я посмотрел, он у меня сразу встал. Вот. Я такой думаю, ааа, черт. Но она правда в России. Жаль. Если бы она была во Франкфурте, но это вообще, я бы сразу вылетел ее. Вот. Дальше, значит, еще одна девица добавилась тоже там просто огонь. То есть, че они вообще? Так. Так соскучились по людям, которые не под каблуков, что ли? Ёма, неужели такие динозавры достаточно большая редкость такие, как я? Удивительно. То есть я просто, нет, смотрите, я просто начал говорить о том, что, типа, надо быть не под каблуков, и начали телки добавляться. Такое количество телок прям раньше такого не было. Понимаете? То есть я их как бы чмарю, да? Я говорю, что пошли вы, короче, я никогда не буду под каблуков, идите нахуй, так. А они добавляются. Женщины, да, чем меньше женщин мы любим, тем больше нравится мы. Пушкин знал дело, знал все, и Лермонтов уже, знали, что делать надо. Надо стараться не нравиться женщинам. Вот это основная задача мужчин. Понимаете? А вы все стараетесь нравиться. А надо наоборот стараться не нравиться, и они начинают тебе лезть просто, лезть космическими просто штабелями там. Вот. Понимаете, прикол такой. Это в клубе такая реакция. Девочек на меня. Они меня узнают, они варят от меня сразу. Просто в другой конец клуба. Бу, это Леслия, Бабфа, нахуй. Сейчас нас или выебут, или что-то еще там. Что-нибудь случится, да? А потом, а потом подписываются на меня. И следят за моими обновлениями. Там что-то тянет их. Вот что? Нет. Знаете, интересно, если они так боятся, они свербит сразу где-то от страха, мурашки будут похожи. Почему бы просто взять и не отдаться сразу, да? Вот видит она меня, да? К примеру. Видит страшно ей, безумно. Она сразу, Алекс, возьми меня. И так бы она кайфанула бы от этого просто. Ее бы так вштырило. Вот не понимает, где настоящий кайф. Нет, она будет валить, потом подписываться, из-под тишка за мной следить, там что-нибудь не писать. А потом через 5 лет придет и скажет, все, я, короче, отдаюсь тебе. Ну, такое бывает. Много раз такое было, что девочка там, допустим, она ознакомилась с моей деятельностью, там 5 лет сидела, читала книжки, вот, и потом приходила и говорила, ну, все, короче, я наконец-то готова. Вдали меня, а я твоя. Делай со мной, меняй мой мозг, делай из меня охотницу. Все, я хочу, короче. Я хочу быть охотницей, я хочу иметь эту планету. Все, я смелая. Надоело все. Спасибо, рассказываешь. Возьму на вооружение таких моментов. Ну, это жизнь, понимаешь? То есть, это жизнь. Вот они такие, вот что с ними сделаешь, да? А одна, значит, представляете, какой прикол. Я ее выносил на плече из клуба, она отбилась просто от меня. Отбилась, зная, кто я такой. Понятное дело, почему она не такая. На самом деле, для меня, вот вы, наверное, думаете, что проще телку с планированием, наоборот, сложнее многократно, сука. Почему? Потому что, если ты обычный парень, тебя никто не узнает, ты как бы заходишь там, да? Ну, и там потихонечку, спокойненько поболтал со всеми и так далее. Когда ты Лесли, да, ты приходишь и все такие, это же Лесли, сука, и все мужики такие, раз, напряглись, сразу. И бабы тоже, раз, напряглись. И такие, заходишь, смотришь на каменные, сука, лица, на тусовке, на любое. Были все веселые, нормальные, позитивные, и пришел Лесли все сразу. Телки мужики такие, раз, заныкались все. Ходишь вокруг одни каменные лица, ебать. Приходится всех расслаблять, там, туда-сюда, бла-бла-бла, там, траля-ля. Я такой безобидный человек. После этого, следующая стадия идет, знаете, какая? Следующая стадия идет, ой, Алекс, мы думали, что ты такой ебанутый, сумасшедший, там, всех, там, и так далее. Тут, на самом деле, нормальный человек, ты хороший парень, да, на самом деле. А потом, следующая стадия идет, что, блядь, ты, действительно, ты, 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 ты такой, шедший. То есть, это так, качеля такая, короче, смывание, такие, думаю, там, ну, девочка, ты общаешься с лездией, ты, ты подонок, ты скотина, ты же знала, с кем знакомишься, ну, ты таким казался, хорошим, пушистым. Хе-хе-хе-хе-хе. В Франкурте, будет мой концерт, Уже известно. 25-го.